Добрый день, уважаемые подписчики и гости, заглянувшие на канал Розовое Хобби. С вами Татьяна. Сегодня мы опять поговорим о розах. Сегодня я расскажу об особенностях осенней посадки роз с закрытой корневой системой. Эти две розочки я получила из интернет-магазина «Розалия» весной прошлого года. На сайте этого магазина якобы имеются в наличии все самые востребованные сорта роз. Я, конечно, обрадовалась и заказала там 10 сортов, но ни одна роза не совпала по сорту. И теперь я пытаюсь определить их названия. Я делала ролик об этом магазине, предупреждала розоводов, что это неблагонадежный магазин. Но до сих пор мне пишут мои зрители о том, что тоже прокололись с заказами из этого интернет-магазина «Розалия». Эти мои две розы пришли с бирками как роза «Митцаммер». Но, как видите, ничего общего. И саженцы были слабенькие с одним побегом. Но ко второй волне они выдали по одному бутончику, но явно это были не «Митцаммер». И уже этой весной я пересадила розочки в горшочки объемом 7 литров. К началу августа они стали похожими на розы и выдали по одному бутону темно-розового цвета формы чайно-гибридных роз. Как видите, раскрылись довольно симпатичные розочки. Но с сортом я пока не определилась. Возможно, кто-то из вас, дорогие розоводы, знает эту красотку. Ну, хотя бы теперь я увидела цветок. Крупный, красивый, ароматный. Скорее всего, это чайно-гибридная роза. И явно рост не будет превышать 80 см. Теперь я определилась с постоянным местом посадки. Обе розочки я буду сажать в одну посадочную яму. Поэтому делаю ее широкой 60 см и глубиной 60 см. Грунт из ямы я убрала. Раньше здесь росли ирисы. Поэтому посадочную яму я проливаю раствором Максима для обеззараживания почвы. Для посадки рост я смешиваю садовую землю, конский перегной и грунт универсальной террабита приблизительно в равных пропорциях. Вместо конского перегноя можно взять коровий перегной или хорошо перепревший компост не менее 2-3 лет. На дно посадочной ямы я насыпаю 2 столовые ложки суперфосфата. Он медленно растворяется и будет действовать полных 2 года. Затем в яму я выливаю ведро воды. В горшочке земля просела и корневая шейка оказалась выше. Но при посадке я ее опущу на 5-7 см в грунт. Это защитит корневую шейку от морозов. И у розы начнут расти собственные корни от побегов выше места прививки. Корни у розы выросли уже за пределы горшка. Теперь нужно двумя руками хорошо размять горшок. Но мне одной рукой приходится делать. Поэтому я его кладу на землю и просто разминаю. Корешки отойдут от стенок и будет легче достать сам саженец. Осторожно извлекаю саженец из горшка. И устанавливаю в посадочную яму. Смотрите, как много наросло новых молодых корешков. Те же манипуляции я проделала со второй розой. И у нее оказалась хорошая развитая корневая система. И эту розочку я поставлю в ту же посадочную яму. Следите за глубиной посадки. Я сажаю розы так, чтобы корневая шейка была на 5 см ниже уровня почвы. При посадке роз я добавляю в воду фитоспорин. Неполная столовая ложка на 10 литров. И теперь я снова выливаю целую лейку воды на розы. Даю воде впитаться и начинаю засыпать почвой. Затем снова повторяю полив. Опять уходит ведро воды и грунт заполняет все пустоты вокруг корней розы. Влага уходит и снова делаю подсыпку грунта. Этот способ называется посадка в грязь. Когда я досыплю грунт до корневой шейки, я добавляю 2 или 3 таблеточки гомаира. Этот биологический препарат подавляет рост возбудителей бактериальных и грибковых инфекций. При осенней посадке внесите один стакан золы. Побеги не будут активно расти, а фосфор и калий укрепят корневую систему. И еще раз я выливаю воду на нашу розу. После того, как вода впитается, засыпаю сухим грунтом. Он не даст быстро испаряться влаге. Хотя при температуре 15-17 градусов почва дольше остается влажной. И завершающий этап сегодняшней посадки – это обрезка нижних листьев. Я оставляю только пару самых верхних. Этого достаточно для фотосинтеза розы. Дорогие друзья, посадку роз с закрытой корневой системой можно проводить в любое время года. Но осенью все же предпочтительнее. Осенью прохладно, нет жгучих солнечных лучей, почва влажная. И розы быстро приживаются, корни быстрее разрастаются. О посадке роз с открытой корневой системой я сделаю отдельное видео. Да и лучшее время для этого – с середины сентября. Вы меня также спрашивали о возможности пересадки взрослых роз. Об этом тоже я сделаю ролик. Дорогие друзья, если у вас остались вопросы, задавайте, я на них обязательно отвечу. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, если видео вам понравилось. Уважаемые подписчики, я благодарю вас за поддержку. Желаю процветания вам и пышного цветения вашим цветам. Всех благодарю за просмотр. С вами была Татьяна на канале Розовое Хобби. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok